Добраться до местной достопримечательности непросто. Копия железного трона из популярного сериала «Игра престолов» сейчас стоит на передовой, неподалеку от Авдеевки, в нескольких сотнях метров от боевиков, среди разрушенных зданий и уничтоженной техники. Отсюда до Донецкого аэропорта не более пяти минут езды. Это место для необычного арт-объекта выбрали не случайно. Трон сделали из осколков снарядов, которые разорвались именно здесь. Взрывы тут не утекают даже сейчас. За время конфликта на Донбассе под Авдеевку прилетели тонны боеприпасов с той стороны линии фронта. Экспортировкой железного трона сюда, на передовую, возникали постоянные. Единственное, чего было в достатке, это стройматериал. Он здесь в буквальном смысле валяется под ногами. Работа над троном заняла у автора идеи волонтера из Запорожья Дениса Буштица и его друзей три недели. Мастерили далеко отсюда, в Запорожье, в обычном гараже. Из обломков мин, гильз и частей танковой брони. Это осколками все посечено. Вот кусок. Вот эти вот сбутовки куски. РПГ, СПГ. Денис признается, игру престолов не видел, но читал книги Джорджа Мартина, автора цикла романов, которые легли в основу сюжета всемирно известного сериала. Волонтер решил использовать ключевой символ произведения – железный трон, чтобы привлечь внимание к тому, что происходит на передовой. Надеяться, его престол станет таким же популярным, как и оригинал. Свой трон снимает в ролике, в котором бойцы обращаются к зрителям. Своеобразные напоминания о войне из первых уст, объясняет волонтер. Ты ходишь в кафе, покупаешь в магазинах себе вещи, куришь трубку. Только до тех пор, пока между тобой и, ну скажем так, противником стоит твоя армия. Какая бы она ни была, хорошая, плохая, обеспеченная, не обеспеченная, но это твоя армия. Обращения военные пытаются записывать в перерывах между боями. Как всегда, в ходе творческого процесса возникают споры. Не страшно сгинуты в петьми, як еще ни слова не спинатись. Не погибайте, собирайся. Круче нас только горы, выше нас только звезды. Текст согласован, теперь инструктаж по работе перед камерой. Садишься, одна нога ровно, вторая вот здесь вот стоит. То есть, ну, то есть, не надо вот так вот. Да нет, куда, мы же не королевище. Мы ничего еще не сделаем. То есть, мы идем вперед. Короткая репетиция и можно снимать. Хай знают друзей и враги, стихиями не припиню я грати. Вогнем растоплю я снеги, водою вытечу крысь грати. Сердце додаток до души, а смерть не привит, чтоб вагатись. Якщо зимною, то мерши. Життя короткое, чтоб боятись. Когда ролик будет готов, делится планами Денис, хочет продать свое творение весом в 600 килограммов. А на вырученные деньги закупить экипировку для подразделения, которое сейчас защищает эти позиции. Еще волонтер собирается создать второй трон из оружия, как это было и в книге Джорджа Мартина. Но на этот раз место для престола придумал другое. Сделать нормальное сидение, более-менее, потому что на железном троне сидеть должно быть неудобно. То есть, я не знаю, поставить его, ну, хотелось бы где-нибудь на входе в администрацию президента, чтоб каждый заходящий понимал, что Украина всегда платит свои долги.